Всех приветствую, дорогие друзья, рад видеть вас. Сегодня мы поговорим на очень актуальную тему. Ковид не сходит с первых полос и с телеэкранов. И мы сегодня узнаем, какое мнение по поводу ковидовой аюрведы и что может предложить аюрведа для того, чтобы себя уберечь от этой действительно тяжелой болезни, для того, чтобы, если человек заболел, для того, чтобы не было сильных последствий и как себя реабилитировать. И сегодня у нас в гостях я рад представить потомственного доктора Аюрведы, руководителя клиники Шива Аюрведа, Вену Шишья Кумар. Здравствуйте. Приветствуем всех. Намастэ. Итак, сегодня у нас суббота, вечер. Суббота, вечер. И в действительности мы почитаем субботу как день Сатурна. И обычно эта планета движется достаточно медленно. Но при этом она способна давать все. Поэтому мы надеемся, мы сможем поделиться с вами тем максимумом знаний, которым мы обладаем. И так, по крайней мере, я говорю о себе. Меня зовут доктор Вену и моя коллега доктор Мира. Мы представляем клинику Кипрона Курца в Индии. И поэтому мне необычайно счастливы приветствовать вас в этот замечательный вечер. И благодаря вашим молитвам и по милости прекрасным Божествам и Кришне мы можем уже начать. И так уже практически несколько лет мы находимся в гуще вот этих событий, которые связаны с короной или с ковидом, как они называют. И по сей день нету совершенно четкого ответа, объяснения, как она появилась, как она проходит и так далее. И таким образом существует целая масса самых разных противоречивых мнений на этот счет в отношении к тому, чем же на самом деле является корона. И фактически мы знаем, что Китай является близким соседом Индии. И Китай широко известен во всем мире как страна, производитель точных копий всего. И у них такой подход за меньшее средство сделать что-то максимально подобное за очень короткий период времени. И поэтому вот такая шутка сейчас соединена, что наконец Китай произвел что-то, что используется уже больше года во всем мире. Итак, в первую очередь следует отметить, что корона это вирус, это инфекционное заболевание, которое проникает в человеческое тело. И безусловно, этому заболеванию сопутствует целый ряд других сопутствующих заболеваний. И можно также отметить, что существуют определенные группы повышенного риска, то есть группы людей, которые имеют более высокую предрасположенность к данному заболеванию. Но, как правило, это люди, которым уже свыше 45 лет. И они имеют диабетические заболевания, какие-то заболевания, какие-то хепатитические заболевания. То есть это люди либо с диабетом, либо с раком, либо с гепатитом С, например. То есть мы с вами перечислили наиболее повышенного риска группу. Однако в то же самое время было обнаружено, что беременные женщины или же маленькие дети, они менее уязвимы к данному заболеванию. И так, здесь вот перечисленные на экране, вы можете посмотреть, это общее количество заболеваний и общее количество, следующая строка, сверху вниз, общее количество смертей. И вот 41% от всего населения планеты уже провакцинировано. И вот здесь много информации о коронах. Теперь мы увидим, как Айурведа и как Айурведа связана с коронах. И эти люди говорят, что они могут воспринимать корону, они могут вызвать корону, они могут вызвать корону, они могут делать многое в коронах. Мы увидим, что мы будем исследовать, что это правда или нет. Мы исследуем. То есть, фактически, цель нашей лекции в данном случае, это взгляд Айурведы на корону. То есть, способны ли Айурведа, скажем так, исцелить корону, справиться с этим заболеванием. И логически может возникнуть такой вопрос, поскольку Айурведа необычайно древняя медицинская система, которая насчитывает 3 до 5 тысяч лет, как же такая древняя система способна заниматься исцелением совершенно нового заболевания, коронавируса. В Айурведском текстове было описано к дженапатолтумса, это означает, что джена утомса, это означает, что это что-то, которое уничтожает и уничтожает большую популяцию. Однако, тем не менее, в айурведических текстах существует определенная терминология, которая говорит о заболеваниях, которые охватывают огромное количество людей. Однако, тем не менее, вот используем данную терминологию, а также терминологию, которая описывает различные симптомы повышения температуры у человека, у большого количества людей. Мы все же можем попытаться, при помощи, скажем так, айурведических методов и текстов, взаимодействовать с данным заболеванием. И, первое, на чем мы будем с вами сегодня разрушать, то есть, на насколько эта информация является правдивой. И, в действительности, тот штат, из которого я родом, это то место, где в первый раз была зафиксирована корона в Индии. И, таким образом, мы рассматриваем здесь три типа случаев, то есть, люди с подозрением на корону, люди, имеющие корону, и третий группа, это люди, которые уже перенесли данное заболевание. И, в действительности, мы непосредственно использовали исключительно айурведический подход в лечении данного заболевания. и все результаты наших исследований были опубликованы, и мы достигли достаточно больших результатов в этом направлении. То есть, фактически, когда мы приступили к этому, еще не существовало даже вакцины на тот момент. И сейчас я хочу поделиться с вами, чем непосредственно мы занимались. И так, также к очень большой группе риска относится к люди, которые непосредственно контактировали с людьми, которые заражены короной. И в первую очередь, нам необходимо повысить иммунитет такого человека, заболевшего. И мы должны максимально попытаться снизить уровень ментального стресса в таком человеке. И мы должны также максимально очистить этого человека от вируса, и, скажем так, заблокировать все каналы для вхождения вируса, или также предотвратить накопление, или большую концентрацию вируса в теле человека. То есть, в таком случае мы сможем добиться того, чтобы не было никаких осложнений данного заболевания, чтобы пациент не подвергался дальнейшим искусственному вентилированию, и он сможет более или менее комфортно провести этот период заболевания у себя дома непосредственно. То есть, в таком случае мы сможем избежать дальнейших осложнений данного заболевания, и можем также обеспечить то, чтобы он не заразил своих самых близких свое окружение. То есть, мы разделяем, скажем так, борьбу с короной на три части. Это профилактика, непосредственно лечение, и также поддержка уже пост-пост-ковид, скажем, после заболевания. Итак, давайте сейчас проведем небольшой опрос. Сколько из вот здесь присутствующих болело, перенесло данное заболевание COVID? Сколько от вас людей заразилось COVID-ом? Ваша жена? Нет, хотя была с ним. Я была с ним, но я не получила. Да, почему вы не заболели COVID-ом? Это основной момент. Итак, вы живете вместе, он заболел COVID-ом, почему вы не заболели? Иммунитет. Совершенно верно. Это правильно. Итак, мы должны понимать, что иммунитет – это достаточно комплексное явление, и оно совершенно отличается в каждом человеке, но совершенно своеобразно. И в первую очередь, если, скажем так, уровень вашего иммунитета высок, то вы сможете достаточно эффективно противостоять проникновению каких-либо внешних инфекций в ваш организм. Итак, мы можем видеть, что, например, определенные группы людей, они имеют достаточно сильную предрасположенность к простудным заболеваниям в холодные сезоны и периоды, или же к аллергическим заболеваниям в какие-то более теплые, жаркие периоды цветения и так далее. Для них, сколько людей у вас получили COVID-ом? Никто. Никто. Никто от вас, да, не заразился COVID-ом? Да. То есть только у вас одного было зараженное заболевание. Он заражил лон, слиппом. Да. Вот человек находился тоже один дома. И так как мы можем предотвратить данное заболевание? И у меня есть прежде вопрос к вам. Сколько здесь присутствующих провакцинировалось? Один человек. Два. Два. Два человека. Окей. Очень важно знать, как ведутся в раке данное заболевание. И так потом нужно знать, как не было здоровья, то собираю взял COVID. есть COVID, и я нахожусь рядом с ним на дистанции, которая меньше, чем полтора метра. Мне нужно знать, как защитить себя. И естественно, если мы появляемся где-то в обществе, мы никогда не знаем, у кого есть COVID, у кого его нет. Поэтому это очень сложно. И сейчас мы говорим о мерах предосторожности, которые помогут нам предотвратить вхождение данного заболевания в наш организм. У нас есть фактически два таких входа слизистых. Это через ноздри или через нотовую полость. То есть фактически вот эти два входа, они являются наиболее, скажем так, уязвимыми данному заболеванию COVID. Поэтому, как минимум, мы должны максимально защитить вот эти два входа с целью предотвращения вхождения этого вируса в наше тело, в наш организм. И так, независимо от того, есть у вас COVID, нету или был, то есть очень важно делать специальные ингаляции. Лучше всего эти ингаляции делать из семян тмина и мертвы. И проводя такие ингаляции, мы должны вдыхать не только через носовую полость, но также и вдыхать через ротовую полость. То есть, вот такого рода процедура, она предотвратит вхождение вируса через вот эти наиболее уязвимые, скажем так, ходы, которые находятся в нашем теле. И я сам был поражен результатами воздействия тмина, т.е. тмин поистине это совершенно чудодейственная спец, которая способна предотвратить такое серьезное заболевание. И так же мы можем оборбатывать свои ноздри специальным кунжутным сезамовым массом или же очищенным топленым массом ги дважды в день. То есть, таким образом, мы естественным образом вдыхаем через нос и вот такая простая процедура, она поможет нам создать некий барьер, который защитит нашу носовую полость. То есть, таким образом, мы можем смешать это масло в теплой воде и закапывать по две капли в каждую ноздрю. Следующее, это полоскание рта или формулание рта. Таким образом, мы можем 2-3 раза в день делать полоскание при помощи того же самого кунжутного сезамового масла. Смотрите, когда мы слышим все эти вещи, мы знаем все эти вещи. Но это может быть, это может быть, потому что, когда я был в школе, я читал об океане воркану, я читал, что некоторые люди, в 200-е годы назад, они идут с нормальным драматом, чтобы остановить океану, и они были в школе. Таким образом, они могут быть очень эффективными, и вот доктор Нин проводит аналогию, что он читал в детстве какой-то рассказ о людях, которые смогли достаточно простым методом предотвратить извержение вулкана. Следующий пункт – это герд-лент axis. Герд-лент axis – это герд-лент axis. Первый пункт – это герд-лент axis. Первый пункт – это же самый пункт, и он будет распространен. Таким образом, если мы ходим к современным докторам, если мы ходим к 100 лет назад, первое пункт – они будут продолжать употреблять, если у каждого вирусных инфекциях, они будут продолжать употреблять воду. И сейчас мы поговорим о том, что один из эффективных способов предотвращения – это также использование теплой воды. Мы должны как можно чаще пить теплую воду, поскольку она защищает вход через наши легкие и также в область желудочно-кишечного тракта. То есть, они все находятся как легкие, так и желудочно-кишечный тракт находятся совершенно на одной оси. The last step for prevention – that means to be said about some inhalation of stock, smog, next is oil application, and hot water drinking between, and the fourth step – very important intake of a resina called Cernabrasha or Bremrasha. И вот последняя, четвертая стадия – мы уже упомянули с вами ингаляции, прокапывание, закапывание маслом, и пятер, теплой пятер, и последнее – это использование средств расайны. То есть, к ним относятся такие, как Cernabrasha и Bremrasha. Итак, это предназначено для всех возрастных групп. Вы можете приобрести и вы можете одну ложку постоянно принимать. Cernabrasha – это такой препарат, который нацелен на то, чтобы омолодить организм человека. So this will improve your immunity, and it makes sure that the virus will not affect you very badly. Это усилит ваш иммунитет, и таким образом также поможет сделать так, чтобы вирус не дал сильного поражения вашему организму. And the last is called golden milk. И последнее, о чем хотелось еще сказать – это так называемое золотое молоко. And I have a friend, and his wife is working in a cancer hospital. И у меня есть приятель, чья жена работает в онкологическом центре. В Катаре. В Катаре. And she is exposing herself every day to 4-5 COVID-19 patients. И фактически в течение своего рабочего дня она как трактирует с 4-5 людьми, которые заражены COVID-19. I think it's a very intensive care of cancer patients. She cannot get leave. И поскольку она работает в реанимации, она не может оставить свой пост. And she said, many cancer patients in the serious condition with COVID, they have vomited to this nurse, my friend. And she said, many cancer patients in the serious condition with COVID, they have vomited to this nurse, my friend. Because every day she drinks 2 glasses of golden milk, half teaspoon of turmeric and 150 ml milk. И таким образом она утверждает, что ни разу за все это время, до тех пор, пока она не провакцинировалась, она ни разу не заболела COVID-19, поскольку она использовала вот это золотое молоко. То есть это молоко с куркумой. То есть на 150 миллилитров горячего молока используется одна пол чайной ложки куркумы. So if you are in covered period, not in covered period, your children, your family, you can make this as a daily cut piece. То есть фактически неважно, больным вы COVID-19 или нет, вы должны прибегать к этой практике каждый день. Is it good for Pita, Vata, Kapha for all types? Хорошо ли это подходит ко всем типам конституции, Pita, Kapha, Vata? Before food or after? Before food. Before food. So now we have said about prevention. Sorry, prevention. Итак, мы с вами поговорили о предотвращении профилактики. Кипятители просто не заведены этим молоком. Well, when you add hot milk and turmeric, should you boil it together or just put it together? There are two options. There are two options. See, some of the turmeric from different countries is coming. They have a small salt taste. Так, определенные виды куркумы, приходящие из определенных стран, они имеют такой солоноватый вкус. And we found that it can be, it can be changed the milk. So that you can check, it's better to boil, but in some cases it cannot boil, so you can mix. То есть, вот в этих случаях лучше не кипятить. Вот если, например, происхождение этой куркумы не такое, как бы не метод солоноватого вкуса, тогда можно, но если вот этот солоноватый вкус, то это может повлиять потом на само молоко. So, now, yes, please. Okay, so you were mentioning this inhalation of cumin seeds, right? So how it should be prepared? What's your name? Adjuvan. 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 So in this you need a beep inhalation. Like that you have to sit like this. You keep like this and… Adjuvan. 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 Dane. Adjuvan. 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 So how, for how long it should be bored? 5 minutes, not more? No. We have to wait till the steam comes. So when the steam comes, we can start. Пока не появится пар, достаточное количество пара, чтобы мы могли тщательно проингалироваться. Но вы должны понимать, что должна быть максимально глубокий вдох, максимально глубокая ингаляция. Мне кажется, что у нас здесь, в наших краях, акжван, он не очень доступен. У нас в основном тмин, кумин, вот эти специи, фен, яйц. Да, но акжван, это другая специя. Ага, но в частности, в частности, есть несколько типов, кумин, акжван, но этот специфик, акжван, это не доступен здесь. То есть, он может быть использован с кумином? Акжван есть доступен. Я нашел в некоторых магазинах, в супермаркете он есть, акжван. Это какой-то турецкий был магазин, и там вот была вот эта разновидность тмина, аджаван. Некоторых мы находили. Да, это бедный офис. И сейчас мы переходим к следующей части, касающейся лечения ковида. Итак, основная цель лечения ковида, не важно, находитесь ли вы дома или находитесь вы в лечебном учреждении. Это то, чтобы сохранить, максимально сохранить здоровье и жизнь человека. И сейчас я хочу с вами поделиться формулой, которая широко используется во всей Индии. Итак, я не знаю, есть ли здесь листья базилика, доступны ли они? И так, вот такая формула. Она включает в себя листья базилика, сухой имбирь, черный перец и конец. Вы должны также измельчить это до порошка и принимать внутрь. Вы должны вначале прокипятить воду. Возьмите пол чайной ложки. Очень горячую воду поместите. Добавьте пол чайной ложки. Возьмите пол чайной ложки. На один стакан горячей воды и выпейте. И у вас тогда не будет никаких осложнений. И в действительности это совершенно официально признанный метод, признанный правительством Индии и официально рекомендуемый. Это очень замечательный метод и он достиг, скажем так, больших результатов, очень эффективен. Не кипятить не надо, просто добавьте в горячую воду. Но если вы не можете найти листья базилика, вы можете добавить туда мяту и гвоздику. Но только в случае, если вы не можете найти предыдущих ингредиентов. То есть лучше использовать вот те ингредиенты, которые говорилось выше. Туласи есть в России всегда. То есть у вас вообще не будет никаких проблем с ковидом вообще. Вы должны принимать это снадобие 4-5 раз в течение дня. У вас не будет никаких осложнений. У вас не будет никаких осложнений с дыханием. Вы будете безопасны. То есть максимум, что вы будете иметь, это какие-то слабые признаки гриппа. Вот здесь на изображении вы видите фотографии листья базилика, имбирь и корицу. То есть это самое лучшее средство при ковиде. Это научно доказано. Если имбир не сухой. Если джинджер не сухой. Да. Потому что сухой имбир все-таки предпочтительнее. Дело в том, что они обладают несколько разными свойствами, поэтому сухой имбир все-таки предпочтительнее. Хорошо? Хорошо. А еще нужна какая-то пропорция. Потому что... В равной пропорции. В равной пропорции. Доктор, people ask if milk, this golden milk, if people cannot drink milk, can it be replaced by something? Вопрос, можно ли заменить так называемое золотое молоко, о котором мы говорили, у людей у которых нетерпимость, непереносимость молока чем-то другим? Да. Но, когда milk comes in contact with turmeric, generally, if you get the actual percent, maybe I will see some other alternative in the last question. Я еще подумал над этим. Итак, что можно делать во время заболевания COVID-19? Да. Время заболевания COVID-19, я говорил о том, что это называется 4-трек magic remedy. Теперь эти вещи можно купить и оставить в доме. Я думаю, что Россия имеет эти вещи. Итак, вот, сейчас я перечислю компоненты, которые вы можете приобрести, например, в Россия. For all the basic COVID, for all the problems, basic level. If you find your positive, these 4-tracks will easily manage COVID, without any complications. То есть, если у вас все-таки случилось это заболевание, вот эти 4 препарата вам могут очень облегчить жизнь. Более того, если у вас просто какое-то вирусное заболевание или же постуда, грипп, эти препараты вам пригодятся. То есть, это будет более эффективно для кофа, Дешамула Кататрия. Дешамула Кататрия поможет также при кашле. И таблетки с Судашином. Это называется Вильвади Гулига. И также Вильвади Гулига. Вильвади Гулига является очень эффективным средством при инфекционных заболеваниях. В ходе того, что является очень мощным противоядием, например, при укусе ядовитой змеей. Итак, мы переходим к следующей стадии заболевания, например, осложненность при дыхании. Мы тогда рекомендуем вот эти четыре следующих препарата. То есть, фактически вот этих восьми препаратов достаточно, чтобы предотвратить какие-то дальнейшие осложнения данного заболевания. Итак, я уже перечислил вот эти препараты. И поэтому эти препараты пригодятся не только для ковида, но и для любых респираторных заболеваний, при кашле и так далее. То есть, вы можете приобрести их в рося, они всегда вам пригодятся. То есть, мы обсудили, что можно делать при уже наличии ковида, как его можно лечить. То есть, когда они имеют такие проблемы, то есть, когда это очень сложно, то как для укусов, у меня есть такие проблемы, потому что, например, это очень хорошо, что мы имеем в виду, за что мы имеем в виду, что мы имеем в виду, что мы имеем в виду, в неделю, который был 32 лет. И в частности у Миры есть у нас один общий знакомый. Он является преподавателем вождения в школе. Ему 32 года. И у него обнаружился COVID. И он был изолирован на первом этаже. И около 6 часов у него обнаружилось большое скопление газа в области желудка. И вызвали скорую помощь. Он был перенесен в больницу. И уже в 10 часов его не стало. То есть у него не было никаких других заболеваний до этого. Он был в совершенно отличной форме. То есть таким образом мы должны понимать, что COVID может пройти в легкой форме. И может пройти в очень тяжелой форме. Конечно всегда лучше быть на связи с врачом. Не нужно заниматься самолечением. Поэтому это также надо учитывать. Итак, давайте теперь поговорим о том, как мы можем лечиться уже после выздоровления. А можно вопрос по лечению? Какой режим питания во время острой фазы? Когда температура и когда сложно дышать? Как мы можем регулировать наши заболевания, когда мы имеем вредную форму COVID-19? Когда мы имеем вредную болезнь и так далее. У нас касательно еды в последней части целый сегмент. Но если говорить в общем. Но первое, что нужно отметить, что с любым повышением температуры, Айурведа рекомендует хаваса, то есть пост. Голодание. И также следует понимать, что само по себе повышение температуры не является болезнью. То есть как правило это просто является признаком того, что что-то не так происходит в вашем теле сейчас. То есть и тело просто дает нам такого рода сигнал, что что-то произошло, что-то проникло в наше тело. То есть таким образом мы должны быть готовы к этому. И если у вас будет повышение температуры, то есть лучше ограничить себя в потреблении тяжелой пищи. То есть пища должна быть максимально легкой. Например, можно использовать легкую рисовую кашу. Что я предпочитаю, если у человека повышение температуры. И в данном случае лучше, чтобы привиолировала вода над рисом. То есть чтобы больше была пропорция воды. Это означает, что если будет больше воды, то она будет быстро перевариваться. Потому что если будет преобладать вода, то эта пища будет более легко перевариваться. То есть 10% риса и 35-40% воды. То есть вот это одна из схем, скажем, питания во время повышения температуры. Но мы еще раз вернемся более подробно к этой теме. И важно, что пища должна быть мягкой и теплой. Потому что теплая пища будет легче перевариваться. Так что Айурведа говорит, что если мы неправильно питаемся, то мы не правильно питаемся. или делаем что-то не так, то за счет неправильного функционирования пищеварения все токсины распространятся по всему телу. И в конце концов это приведет к повышенной температуре. Тело не может легко переваривать такие продукты, как шоколад, пицца, паста, спагетти и так далее. Различного рода сваркие торты, печенья, шоколадки и прочее. Поэтому всегда старайтесь, чтобы пища была теплой. И так же очень важно отметить, что многие люди, как только они исцелились от ковида, они сразу же вернулись к своему привычному интенсивному образу жизни. Но очень важно также, как только вы получили негативный тест на ковид, вы должны очень постепенно возвращаться в колею привычного образа жизни. То есть вы должны понимать, что то, что у вас, скажем так, не обнаружен ковид, это не означает, что болезнь полностью отступила. То есть это лишь некая поверхность айсберга. И также существует целый ряд проблем, с которыми мы можем столкнуться уже постковидных. Это, во-первых, проблемы со сном, повышенная температура, потом головокружение, также сыпь, изменение настроения, также изменение обоняния и вкуса и изменение в менструальном периоде. И также очень серьезная проблема во время ковида и после, это потеря обоняния и вкуса. И у некоторых людей оно даже не восстанавливается. Ну, по крайней мере, занимает очень длительный период. Для вот таких людей мы очень рекомендуем полоскание при помощи трифалы. И анутайвум, три капли анутайвума в нос. То есть мы, по крайней мере, видели, что эти препараты очень эффективны. Также проблемы со сном. Также очень важно делать массаж головы и стоп. Это также повлияет на благотворное качество сна. Также есть еще один хороший рецепт, который может способствовать сну. Это мы можем использовать фундук, миндаль, которая вымачивается. Таким образом, это может благоприятно сказаться на качестве вашего сна. Есть еще одно средство, один препарат, но его лучше проконсультировать с врачом. Многие также сталкиваются с проблемой длительного кашля во время ковида и после. И мы рекомендуем ингаляции при помощи мяты. То есть мы говорили о аджван и мята в качестве профилактического средства от ковида. Но уже в пост-ковидный период мы рекомендуем ингаляции при помощи мяты. А также подсоенную воду для полоскания вместе с куркумой. Мы рекомендуем в такой пропорции пол чайной ложки имбиря, пол чайной ложки меда и три раза в день. Мы можем вот так вот посасывать, это очень тоже хорошо при кашле. Сейчас давайте обсудим, какие мы можем использовать напитки для повышения нашего иммунитета. Итак, я прошу прощения, если немножко было скучновато, сейчас мы перейдем, может быть, в более интересной части. Последний рецепт имбирь с медом. Имбирь в данном случае уже не сухой, а с солью. В данном случае речь идет о соке имбиря, то есть свежевыжатом соке. Может быть, мы возьмем некоторые препараты, даже вам сейчас продемонстрировать. Я хочу получить обратную связь зала. Может быть, кто-то уже засыпает, как будто скучно. Мне все хорошо, интересно. Все практично. Какие рекомендации по поводу вакцинирования? Какие будут ваши рекомендации по поводу вакцинирования? Я сам вакцинирован. Если говорить лично обо мне, я провакцинирован. Потому что мы должны путешествовать без вакцинирования. Но, как минимум, если вам нужно путешествовать, вам не позволят путешествовать, если вы не провакцинированы. Когда мы говорим о вакцинировании, то есть очень серьезный момент. Это активистический метод для проведения антибодии против COVID-19 в вашей крови. Это техника. Вакцина активации антител в вашей крови. Вот что такое вакцинация. То есть, вакцина при проникновении вируса в ваше тело активизирует вот эти антитела в вашем теле. И сделает ваш организм подготовленным к проникновению вируса в вашем теле. Итак, в предыдущей части я упоминал о некоторых из этих препаратов. Сейчас бы мне хотелось непосредственно наглядно их продемонстрировать вам. Вот это замечательное средство Дешамула Картраем. Это 10 различных видов кореньев. И Картраем это достаточно сильно мощное травяное средство. И таким образом, если мы будем использовать вот такой вот настой, то он позволяет достичь очень эффективных результатов. То есть, это очень хорошо помогает при кашле и при повышении температуры при наличии COVID-19. И в целом, при любых повышениях температуры. То есть, это одно из очень таких наиболее безобидных, но эффективных средств, которые всегда можно иметь дома. Дешамула Картраем. Следующее, о чем хочется поговорить, это Чаван Праш. Чаван Праш. Чаван Праш. Чаван Праш. Чаван Праш у плюсом Амла. Здесь очень большую часть занимает оберегия под названием Амла. Гусбари, когда мы говорим об Амла, то Амла, это единственная фрук, которая имеет 5 разных различных типов текста. Яма – это совершенно уникальный плод, который обладает пятью видами вкуса. Единственный вкус, который не присутствует среди всех прочих, это соленый вкус. И вы знаете, что, например, в давние времена люди вымашивали свою одежду в соленой воде. И потом они, например, после этого красили эту одежду. Потому что соль являлась связующим химическим ингредиентом, которое привязывало молекулы цвета. То есть, таким образом, соль, она обладает такими качествами, несет массу негативных вещей, как, например, она способствует старению организма. Таким образом, вот это средство, чемапраш, является средством, которое может быть очень сильным иммуномодулятором. Он может принимать одну чайную ложку, как для детей, так и для взрослых. И вот если вы будете регулярно принимать, то это поддержит ваше здоровье до следующего холодного сезона. Браммара-саном тоже такое же эффективное средство, как и Чаван-праш, что также обладает иммуностимулирующими свойствами. Нужно ли делать нам какой-то короткий перерыв? Нет. Кондиню? Тогда продолжаем. Давайте поговорим о напитках, которые могут стимулировать наш иммунитет. То есть напитки, которые можно приготовить из домашних, подручных средств. Вот мы видим здесь список ингредиентов. 2 литра воды, 1 чайную ложку куркумы и 1 столовую ложку молотого черного перца. Также можно использовать 1-2 чайной ложки корицы, от 8 до 10 гвоздик. И также свежевыжатый сок имбиря, 2 чайных ложки. 15 мл свежевыжатого сока лайма. Нужно все это проварить в течение 15-20 минут. Таким образом, количество воды должно сократиться до одного литра. Если вы берите 4 литров воды, то все должно быть double. А если вы берите 4 литра? Теперь мы говорили 2 литра. Теперь вы берите 4 литра и все должно быть double. Две трамки? Да. Таким образом должно стать в половину меньше при вываривании. Таким образом это увеличивает ваш иммунитет, сопротивляемость вашего организма. И второй напиток. Люди, у которых сильная непереносимость сердца, они могут уменьшить его количество. Вы можете использовать свежий имбирь длиною 3 сантиметра и пол чайной ложки куркумы. Добавить можно 5 кардамонов. И опять-таки в процессе вываривания количество сократится до 1 литра. Таким образом вы можете на свой выбор в зависимости от ситуации подобрать один из этих двух напитков. В особенности в холодный сезон, в холодные периоды времени, года. И это может предотвратить целый ряд заболеваний сезонных также. И многие также склонны пить очень много кофе в течении дня. Поэтому я хочу предложить вам рецепт кофе, который повышает ваш иммунитет при помощи кофейного порошка. Мы можем взять 10 грамм кофейного порошка, 10 грамм сухого имбиря, пол чайной ложки куркумы, 3 гвоздики, 3 кардамона. И 5 кусочков листьев базилика. Вы можете 10-15 минут это кипятить, варить. Это можно пить как вечерний кофе для всей семьи. И так у нас три напитка. Первый это для повышения иммунитета. Второй. И третий это каждодневный кофе для повышения иммунитета. То есть таким образом это такие подручные домашние средства, которыми можно ограничиться не прибегая к покупке дополнительных препаратов в аптеках и так далее. И сейчас я хотел бы еще остановиться на трех растениях, которые мы можем принимать, на трех травах, которые мы можем принимать каждый день. Три растительных препарата. И когда мы говорим о таких инфекционных заболеваниях, мы знаем, что наиболее повышенная группа риска это люди, которым за 60. Поэтому в первую очередь мы людям вот такой возрастной группы рекомендуем этих три травяных препарата. Вам не нужно отдельно приобретать эти травы, они есть в форме таблеток. И вот еще когда началась первая волна ковида, у меня есть приятель в Бразилии. И в Бразилии было очень сложно, было очень большое количество заболевших и этот человек был один совершенно. И его мать была прикована к постели, она не могла даже ходить. И он связался со мной, я порекомендовал эти препараты и несмотря на то, что его мать болела ковидом, она выздоровела. И вот первый препарат, о котором я хотел поговорить это Ашваганха. Ашва переводится с санскрита как лошадь. И ганха означает запах, запах ошедей. И если вы сравните различные типы животных, например, любовь, тигров с лошадью, то вы придете к заключению, что лошадь просто таки неутомима. Она может скакать и скакать, и скакать километры за километром. То есть это очень сильный тоник для нашего мозга, он стрессопонижающий и он восстанавливает энергию в нашем теле. И также он очень хорош при неврологических заболеваниях, как профилактическое средство. Вы видите здесь фотографии корня данного растения и его листьев. И также это один из компонентов Чаванпраша. И как правило ашваганху также варят в молоке. Для приготовления Чаванпраша. Я рекомендую всем вам. Раз за 30 месяцев вы можете принимать от 30-60 таблеток. Раз в 3 месяца. В особенности это очень рекомендуется людям, которые начинают с 50 лет. Это касательно, еще также хотелось поговорить об плодах амлу. Дело в том, что амла подходит всем возрастным группам, поскольку она балансирует гормоны в нашем теле. И есть исследование, что есть некие процессы, которые способствуют старению нашего тела. Но амла способна остановить вот эти процессы старения в нашем теле. И также она доступна в формах таблеток. Я уже много сегодня говорил о бомбире. В первую очередь это противовоспалительное средство. И более того, даже оно эффективно при лечении рака. Ашваганха, амла и имбирь. Вот эти 3 средства. Имбирь, вам нет необходимости его искать в таблетированной форме. Он доступен в естественной форме. Амлу можно употреблять как плод каждый день. Ашваганха, амла и имбирь. Ашваганху в форме таблеток. Итак, мы говорили о повышении иммунитета, в особенности для людей пожилого возраста. Теперь давайте поговорим о детях. Итак, я хочу привести пример. Моя супруга работает в инфекционном отделении как юридический врач. И фактически каждый день она там сталкивается с ковидными больными. Но поскольку у нас дети очень маленького возраста, мы не можем от них быть изолированы. И вот это средство мы уже проверили на себе. Оно является очень сильным средством для детей, защищающим иммунитет. Индуканха грит хам. Для всех. Для всех. Это может предотвратить повышение температуры, увеличить иммунитет. И второе средство роженьяньи чурнам. И второе средство роженьяньи чурнам. Также хорошо подходит детям. Пять грамм можно смешать с медом. И последнее таблетка, которая также очень сильно снижает повышение температуры. То есть вам не нужно давать своим детям антибиотики, если вы даете вот этих три препарата. Это я уже рассказал. То есть они исключительно растительного происхождения. И также есть специальные виды пранаямы. Дыхательных техник при ковиде. Так я не слишком буду подробно останавливаться. Но я надеюсь, вы все знакомы с пранаямой, что это такое. Есть множество, достаточно существует всякого рода описаний дыхательных техник пранаямы. Как можно сделать это блюдо, чтобы оно приносило здоровье и здоровье? Я знаю, конечно, что украинцы предпочитают украинскую пищу, не индийскую. Я беру массовые ингредиенты, я, может быть, как-то немножко модифицирую что-то. Да. Итак, в первую очередь, что касается борща, лучше оттуда удалить сметану, также невегетарианские составляющие белый сахар. Но если украинцы, скажем так, все мясное, то самое небогоприятное, это сметана. Мы можем добавить черный перец, черную соль, то есть мы можем заменить обычную соль черной солью. Гвоздик у кориандра, листья кориандра, то есть кинза, и также добавить туда куркулу. И также имбирную пасту. И также это повысит вашу иммунитет. И также я сделал небольшое исследование украинской пищи. Где-то в интернете я прочитал, что раньше вот такая кукурузная каша была пищей несостоятельных людей. Но я сделал небольшую модификацию данного блюда. Но опять-таки мы сталкиваемся с этой проблемой, это сметана. Мы можем заменить сметану одной чайной ложкой топленого очищенного масла ги. И также добавить туда пасту, приготовленную из имбиря, и чеснока, и опять-таки перца. Тогда это будет очень благоприятно. Что это за паста? На терочке просто мелко натираете. Мелко спросите, а почему сметана? В действительности сметана очень тяжело переваривается. И вообще в целом, как бы сливки и уже точно сметана, мы вообще не рекомендуем сметану. И сейчас мы хотим остановиться на различных дыхательных техниках, которые можно использовать как при ковиде, так и как некое профилактическое средство и при других заболеваниях. Вот положение, в котором вы можете лечь. И рука располагается вот таким вот образом. И вот по мере движения черевной полости, ваша рука должна так располагаться и так вот двигаться. И так это совершенно научно обоснованная техника. И это очень хорошо также для эффективной работы ваших легких, как во время ковида, так и после перенесенного заболевания. Вот вторая техника. Ее можно практиковать в сидящем положении. Опять-таки мы располагаем одну из рук на черевной полости. Вдыхаем-выдыхаем. Это такое как бы зевание и потом заканчивающейся улыбкой. То есть в конце концов вы делаете такую своего рода растяжку. То есть вы как бы зеваете и этот зевок заканчивается, расплывается в улыбке. Это также улучшает работу легких и как бы расширяет вашу грудную клетку. Таким образом вы вот так вот растягиваете руки, делаете зевок и в конце концов расплываетесь в улыбке. Однако вы должны понимать, что вот эти три техники, которые были продемонстрированы, они ни в коей мере не могут заменить собой эффективность пронояма. То есть пронояма обладает самой высокой степенью эффективности при заболевании COVID-19. Мы говорили о конкурсах. Мы говорили о том, как мы можем это избежать, когда это приезжает, и о том, что иммунитивные техники или продукты. И мы говорили о некоторых медикахах. И это основные элементы, которые мы пытаемся обеспечить в практике. Итак, практически мы уже подходим к самой заключительной части. Мы с вами обсудили, какие могут быть рекомендации по предотвращению данного заболевания, его профилактики, по лечению и по постковидному лечению. Также мы коснулись с вами темы того, какие можно использовать иммунные напитки, какие препараты являются наиболее эффективными, и какие мы можем произвести модификации в своем питании, и какие также дыхательные техники могут нам помочь. И вот то, что еще хотелось в заключении сказать, это то, что соединение вот этих традиционных методов лечения древней юридической традиции современными подходами может быть достаточно эффективным. И вот этих три техники дыхания, они были взяты нами из разработки университета Джона Хопкинса в США. Итак, мне хотелось бы закончить нашу беседу сегодняшнюю цитатой, которая была высвана Международной организацией здравоохранения, премьер-министру Индию, где говорится о том, что для более продуктивного борьбы с ковидом, и для того, чтобы усилить, скажем так, сотрудничество, наше сотрудничество и более полный получить доступ к знанию, исследованию и обучению в традиционной медицине глобальным образом. Сейчас у нас мы подошли к дискуссионной, скажем так, части. То есть имеется в виду, можно задавать какие-то вопросы по данной тематике. Пожалуйста, если можно, чтобы вопросы были не слишком сложными. Можете ли Вы посоветовать, что можно рекомендовать для восстановления функций памяти после ковида? И так, когда Вы сказали, как раз вспомнил, что мы пропустили очень важную часть. И так, сразу после выздоровления от ковида не следует тут же принимать вот такие иммуномодуляторы, как Чаван Праш и Брахма Рассайна. Нужно подождать хотя бы 3 недели. То есть Вы должны вначале пить напитки, повышающие иммунитет, и когда уже восстановится Ваше пищеварение, Вы можете прибегнуть к вот этим средствам Рассайна. Что касается вопроса Вашего, касающегося восстановления функций памяти и ее потери, то есть вот для начальной стадии потери памяти мы рекомендуем Ашваганху. И на второй стадии это Брахма Грамми и Брахма. Или Брахма в капсулах. Но только через 2 недели после того, как Вы получили негативный результат на ковид. Ашваган тоже через 2 недели? А как восстанавливается физическую нагрузку? Какую можно давать после ковида? Ашваган. Ашваган. Афа. Афа. А как можно показать физическую нагрузку после ковид? Афа. Как можно показать физическую нагрузку после ковид? Ну, как можно... если вам до 50 вы как минимум должны стараться может быть ходить до километра но вы должны избегать тяжелых физических видов спорта тяжелых нагрузок например тяжелого бега утренние и вечерние прогулки и очень-очень постепенно вы можете перейти в бег езду на велосипеде и вот уже где-то через полтора может быть месяца мы можем постепенно вернуться к обыденному образу жизни дается рекомендации по уступлению физического тела что насчет тонких тел это очень важный вопрос также как вас зовут натали задавал очень прекрасный вопрос и к сожалению я забыл упомянуть это своей лекции так что-то написано что физический тела изолюшен в этом видео мы видим что физические тела изолюшен и как раз вы видите, что физический тела изолюшен а также очень напряженный тела изолюшен Да, и безусловно, помимо того, что страдает наше физическое тело непосредственно от заболевания, наша, скажем так, тонкая составляющая, она страдает психически от самоизоляции, в которой мы находимся. И это будет продолжаться такое состояние подавленности в течение нескольких месяцев. И для этого нам лучше всего прибегнуть к определенным типам медитации. Таким асанам, как Магарасана, Шавасана, медитация, они более рекомендуемы. И от 11 до 12 раз непрерывного исполнения комплекса Сурия Намаскар. Это очень важно также. И лучше избегать использования различных электронных гаджетов, лучше использовать чтение книг. Это также будет способствовать восстановлению наших ментальных функций. Итак, медитация, йога, техники пранаямы, это постепенно вернет вас к обычному состоянию вашего ума. И если вы в посещении двух-трех месяцев не испытываете облегчения, вы можете пройти специализированные юридические курсы, такие как Широдхара и Широбастти. Сколько важно заряжать воду и с помощью мантры Бабана Маккивалы, насколько важно в духовной жизни заряженная вода. Люди не обращают внимания на это, а это очень важная вещь. Это немножко выходит за рамки нашего сегодняшнего формата лекции. Дело в том, что просто механическое повторение мантры не будет эффективно. То есть для этого требуется очень высокая степень сосредоточенности и самоизолированности, для того, чтобы мантра была по-настоящему эффективна. Для этого очень благоприятно зажечь свечу в закрытом помещении, в закрытом пространстве. И свеча должна находиться на уровне вашего лица. И вы должны для начала сосредоточиться на пламени этой свечи, потому что пламя может также двигаться. И вот сосредоточившись на пламени свечи, вы должны начать практику воспевания, повторения мантры. Только таким образом вы почувствуете эффективность от такого воспевания мантры. Но мы, например, многие повторяют мантру Ом, но мы должны понимать, что она должна исходить, эта мантра, из самых глубинных муладхара чакры. То есть фактически она должна исходить из вот этой области, которая находится между гениталиями и анусом. То есть таким образом это требует высочайшей степени нашей сосредоточенности и концентрации. Может быть еще какие-то вопросы? А наши чеснок и лук, как использовать? Можно использовать к ковиде? Да, мы можем, да, безусловно... Но по крайней мере чеснок показал свою большую эффективность по сравнению с луком при лечении ковида. И таким образом чеснок повышает нашу способность пищеварения и таким образом он понижает температуру в теле. Он улучшит пищеварение и повышает наш уровень энергичности, энергии в нашем теле. Скажите, а если вот в некоторых источниках юридических чеснок считается как тамас? Да, это достаточно неоднозначная тема. Потому что, например, йоги, те, кто занимает дип-йога. Да, это касается в первую очередь йогинов, которые занимаются очень углубленными практиками медитации и йоги. Безусловно, чеснок и чеснок, они обладают таким свойством как бы нагревания, повышения температуры нашего тела. Да, потому что это может привести к определенному гормональному дисбалансу и также может повысить температуру тела, и вывести этих йогинов из медитации, нарушить ход их мышления и так далее. Вот поэтому они, это основная причина, почему они избегают этих продуктов. Для обычных людей, для мирян, в каких-то ограниченных количествах употребление лука и чеснока может оказать достаточно благотворное влияние. Да, в следующем году. Правда ли то, что во время COVID-19 люди могут потерять волосы или же во время пневмонии заболевания йоги? Это действительно так. В особенности в пост-COVID-19 период было такое наблюдение, что многие люди теряют большое количество волос. То есть, по крайней мере, есть аюрведические средства, которые не то, чтобы они могут восстановить полностью рост волос, они, по крайней мере, могут предотвратить выпадение волос. Но, в действительности, это одно из таких серьезных осложнений, которые встречаются у достаточно большого количества людей. И в зависимости от степени сложности заболевания, от того, какая там основная доша по конституции пациента, мы можем прописать ему определенное юридическое лечение. Очень у многих после COVID-19, после средней и тяжелой стадии, в легких остается фиброз. То есть, есть ли какие-то у аюрведы средства для лечения фиброза? И как восстанавливать легкие после повреждения COVID-19? То есть, после COVID-19, многие пациенты, они употребляют от ремонта фиброза в лечке. Да, точно. То есть, какие рекомендации, как ремонтировать это, как ремонтировать функционирование лечки? В особенности есть очень хорошая пранаяма при наличии фиброза в легких. Но также для этого нужны определенные медицинские предписания. В особенности имеется ввиду, можно прописать в яшадьи ватакам. И потом, уже очистившись от амы, можно использовать определенные виды расайна. Такие, как Дешамула расайна. Такие, как Дешамула расайна. И Васа Ришта. Васа Ришта. И Васа Ришта. То есть, это на второй стадии, можно прописать. Но это проблема, что много людей, фиброза в лечке больше. Многие люди имеют это проблема. Да. И в действительности большое количество людей сталкивается с проблемой остаточного фиброза в легких. Это действительно так. Может быть, еще какие-то вопросы есть? Не имели ли полученные нами сегодня знания по отношению к новому вирусу как называется Дельта? Ага. 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 Is today's lecture, or the content of the lecture, which was given, can be applicable to the current version of COVID, which is called Delta? Итак, я, к сожалению, сегодня не все продемонстрировал слайды, но что хотел сказать, что COVID это не последний вид вируса. Итак, мы сталкиваемся с такой проблемой, как мутация вируса, и вы можете даже провакцинироваться, но тем не менее вы можете заболеть, потому что этот вирус становится сильнее, чем данная вируса. Но мы говорили о трех стадиях, то есть стадия профилактическая, стадия непосредственно лечения и постстадия после заболевания. Но в данном случае мы обсуждали, как мы можем предотвратить на стадии вхождения вируса. То есть, по крайней мере, вот эта профилактическая стадия, на стадии, на которой мы можем постараться предотвратить проникновение вируса инфекция, она применима ко всем, скажем, последующим десяти или дюжине модификации тех или иных вирусов. Во время болезни, вот лично у меня и у других, с кем я разговаривал, очень сильная интоксикация, то есть много токсинов, которые очень плохо действуют на организм. Надо ли употреблять какие-то сорбенты или другие свисты. Так, судясь на своих собственных испытаниях с COVID-19, и поговорить с человеком с тем самым болезнодом, он наблюдает высокий уровень вируса в его тело. это касается вы имеете ввиду на какой стадии на стадии и во время лечения и после таблетки и таблетки с удашином очень эффективны для этого вот но по крайней мере это средство оно крайне эффективно может быть еще какие то вопросы что ковид поражает людей у которых есть который они приобрели в силу негативных эмоций выживания то есть в силу тех эмоций которые были приобретены силу муссирования данной тематики в средствах массовой информации и таким образом само переживание вот таких негативных эмоций оно вызывает повышение амы в нашем теле таким образом существует некое мнение что средством массовой информации являются источниками того что многие люди заражаются данных болезнью какое ваше мнение на это что касается возникновения как бы амы интоксикации вот в силу эмоций страха итак давайте коснемся одного момента может быть он немножко прольет свет на все это предположим собака укусила мальчика будете ли вы читать такую новость или нет это совершенно обыденная новость для вас вас это не вызовет какого-то особого потрясения но вот если кто-то куда-то пошел мальчик в сопровождении своей мамы к своей бабушке его укусила собака это может быть вызвать большую реакцию в аудитории то есть таким образом сама по себе как бы структура системы медиа она нацелена на то чтобы создавать определенное состояние бума и паники вокруг тех или иных новостей таким образом это степень нашей личной ответственности перед собой то что мы должны удалить ту интоксикацию те токсины степень амы которые присутствуют в нашем организме поэтому просто освободитесь от болезни любым способом это самое важное я думаю мы можем на этом остановиться в самом начале обработку обработки масла дважды обработки маслом обработки дважды глупость обработки пакет я То есть ги смешать с водой как... Ги should be combined with water, лишь попозже. Нет, можно не смешать ги. Чистой ги, чистой ги. То есть оно должно быть уже как бы проварено. Да, да, да. И просто смазать внутри... А горло просто тоже кушает, а не ерунда? Да, да. А горло просто тоже кушает, а не ерунда? Как вы работаете с троллей, как вы делаете горлин? Горлин, в самом деле, можно взять воду, как вода, например, не вода. Если вы берете воду для горлин, то есть, если вы используете масло, вы можете чуть-чуть подогреть его. 10 мл теплого масла можно поместить в ротовую полость. Слева направо прополускать и вверх-вниз. И потом через 2-3 минуты вы можете его выплюнуть, да. Окей. Я думаю, на этом мы остановимся. Открой. Учеби. Продолжение следует... Я хочу выразить свою особую глубокую признательность за поддержку в подготовке данной лекции моей коллеги доктору Мире. А также хочу выразить признательность тому прекрасному человеку, которому Айуреда нравится даже больше, чем мне. Возможно, он был владельцом вчера. Красиво. Я хочу выразить признательность от его прекрасных супругов. Красиво. 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 Красиво.